Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове начало второго. Добрый день. В эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. По традиции я говорю в начале программы о том, что на сайте хкирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. И кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю. Особого мнения такая возможность у вас есть в течение ближайших 40 минут, пока продолжается программа. Близятся выходные, Николай Анатольевич. Смотрю я на сайте хкирова.ру. Одна из последних новостей. Послезавтра в субботу будет третья годовщина присоединения Крыма к России. И на театральной площади планируется устройство праздника. Причем с 9 утра там будет работать ярмарка, а само мероприятие начнется в 10 часов. То есть час спустя. Как вы относитесь к такому мероприятию? Я совершенно... Третий раз уже будет. Нет, второй раз будет уже проходить. Я совершенно спокойно отношусь, но люди хотят провести, отметить это дело. Ну пусть отмечают ради бога. И кстати, ярмарка, по-моему, она как бы в штатном режиме проходит. То есть она не приурочена к этому. Совпало. Да, просто так совпало. В интернете уже начинаются комментарии вроде того, что опять будут людей изгонять, свозить на данное мероприятие, что по своей воле они бы туда не пошли. Ну, по крайней мере, все бы не пошли. Ну, это у нас практика. Она существует уже десятки лет. Так что для меня ничего нового здесь нет абсолютно. Исправлять ничего не нужно. Нет, исправлять нужно, но я сомневаюсь, что это исправится. Хорошо, анонсировали это мероприятие. Давайте пройдемся по основным событиям и темам, которые обсуждаются в нашем городе и в нашей области. В частности, наверное, самой острой проблемой можно назвать в последние дни недели это состояние тротуаров, дорог, обилие снега, подтайка снега активная. Вот смотрю на новость на сайте городской администрации, опубликованной 14 марта. До конца недели в Кирове должны быть вычищены второстепенные улицы. Можно подумать, что центральные очищены уже. Очищены? Такую задачу поставил на сегодняшнем утреннем оперативном совещании глава администрации Кирова Александр Перескоков. И на этом же совещании новый руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин, чуть позже мы о нем подробно поговорим, заявил, что более 80 кировских тротуаров очищены от снега. Там, я знаю, в соцсетях дискуссия тоже развернулась на сей счет. Где эти 80%? Во-первых, для меня сразу стал вопрос. Первый, а что значит очищено? Что в их понимании и что в нашем понимании очищено? Если просто проехал трактор и снег на газон убрал, я не считаю, что это очищено, ну, там, может быть, 80 наберется. А если очищено, что видна тротуарная плитка или асфальт... И желательно бы сухой асфальт. Да, конечно. То здесь нет. Кстати, я сейчас шел к вам. Вот улица, значит, от Карла Лихтера до Ириндяева. Если взять вот этот ваш тротуар... Но он не наш, он общий. То 80% очищено. Очищено. Да, а 20% там гололед, лужи, снег. Может быть, чиновники у нас здесь рядышком побывали, прикинули... Ну, похоже, они на Улу не были. Ага, 80%. Да. Вообще, на ваш взгляд, безобразие? Полное. То, что происходит в конце зимы, весной. Я что-то давно не помню, что в таком состоянии город был. То есть снег не вывозился, ничего не очищено. Все газоны, посмотрите, завалены кучей. Два человеческих роста. Такого не было. И скоро тает, начнет активно. И все это польется, опять же, на газон, на тротуары. Вот эти совещания в городской администрации, они же каждое утро происходят. Мы же видим там, видим сюжеты. И видим недовольное лицо главы администрации. Газит, материал. Пусть они хоть каждый час проводят, но мы результат-то видим. Мы по городу с вами ходим, ездим. Мы видим, что особо-то ничего не меняется. Ну вот тот же Менкин заявил, что, например, город Домастрой, один из подрядчиков, 100% выполняет свою работу. Спецхозяйство на 60%. Другие подрядные организации, там, 96%, 80%. Ну где вот в реальности-то? Почему картинка-то иная? Нет, во-первых, опять же, непонятно, какие работы они выполняют. Город Домастрой, что в ее функции, какие работы входят. Если убрать в город-администрации, в областной администрации, то я вот смотрю сейчас даже вот в окно, ну и то, ну процентов на 80 убрано. Ну сугробы вы видите. Да, так что я не знаю, откуда эти цифры. Ну, кто должен? Просто пройтись по городу, посмотреть, оценить, вот и все. И это же Менкин, новый человек у нас, он прошелся по городу просто так. Кто и как должен с этим разбираться? Жаловаться бесполезно? Мне кажется, там сейчас горячая линия открыта. Да нет, это все знают уже, и жаловаться, конечно, бесполезно. В первую очередь, должны сами граждане, во-вторых, это депутаты, которых мы постоянно забываем, городской думы. А где их роль? Они должны спросить в городе администрации. И сейчас на все предпринятия, мне кажется, вот я, по-моему, как-то раз уже говорил, что назрела такая революционная ситуация, нужно уже в корне что-то менять, системные решения, чтобы на будущий год такого не повторилось. Системные решения. И вывоз снега, и уборка, и дворники, работа дворников и коммунальных служб. То есть система нуждается в перезагрузке, в такой форме, в реорганизации. В полнейшей реорганизации, да, показывает жизнь, что она не справляется с тем, что должна делать. Вот недавно, в особом мнении, мы беседовали с юристом Яном Чеботаревым, он считает, что здесь активную роль не только городская администрация, и городская дума должна играть, все-таки областное правительство, Киров главный город области, и региональные власти, они должны тоже... Ну, они совместно, конечно, 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 это я поддерживаю, да. Дело в том, что, ну, какие-то революционные изменения, они, ну, сами напрашиваются. Дело в том, что я в городе Кирове очень давно живу, 70-х годов прошлого века, это практически всегда так было. Ну, в какой-то год поменьше снега, какой-то побольше, какой-то побольше вывезли, какой-то поменьше. Ну, а суть-то та же самая, не меняется из года в год. То есть наши чиновники у них так глаза замылены, что они просто этого не видят. Я вообще не уверен в том, насколько они активно и часто ходят вот сами. Я сфер. Сами по себе ходят. Я сфер. Из окна автомобиль, по большому счету, зайти за всем. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Ну, как-то говорили в основном мнении, что главе города и главе администрации надо почаще ходить. Ну, я... И смотреть. И в своей жизни я знаю, это же Анжелий Михеев был, который регулярно ходил по городу пешком, и сам все на себе это видел. А, кстати, региональные чиновники ведь нам обещали еженедельно выходить с некими рейдами, с инспекцией, осматривать, что происходит. Эти выходы, по-моему, прекратились. Вот мы с вами не знаем. Они еженедельными должны были быть? У меня ощущение такое, что они продолжают эти выходы, но они на паблик не выносятся. То есть раньше мы были на паблике, когда телевидение снимало, там, и ты говоришь, картинка была. А сейчас... Когда соль вручалась. Да. В главе управления. Благоустройства и транспорта. А может, прекратили, я не знаю. Но дело в том, что ситуация в Проческете не изменилась от рейдов. Вот знаете, из-за чего еще обидно? Весна-то берет свое, и снег-то тает, да? Вот сейчас активное тепло начнется, и эти сугробы все поменьше-поменьше будут, и как-то о проблеме вот забудется. Ну, мне кажется, да. До следующего холодного сезона. Мы не исключаем такую версию, что у них, может быть, такая политическая своеобразная установка, что зачем деньги тратить, все равно ставят. А ну... Ну, поворчит народное. Интересно, да. А вот эта история с тем, что деньги были выделены на вывоз, там, трехсот, по-моему, да, тысяч кубометров снега. Деньги закончились. Снег вывезен, а визуально снега меньше не стало. Не стало. Подход тоже, наверное, надо менять. Нет, я насчет трехсот тысяч, я сомневаюсь, я видел цифру где-то порядка семидесяти-восьмидесяти. Ну, может, там что-то активизировались. Дело в том, что я однажды так, ну, по-свойски, как я могу, я сделал расчет, у меня получилось, что за зиму на только проезжую часть, не включая газоны и тротуары, выпадает восемьсот тысяч кубометров снега. На весь областной центр? Да, на город Гиров, да. То есть надо вот так вывезти. Даже если не триста вывезли, то это в три раза меньше, чем надо было вывезти. Чем подарила природа. И я говорю, я не считал тротуары и газоны, а только проезжие части. У нас сейчас небольшая пауза будет, вернемся через несколько секунд. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение Николая Пиксина. Мы как-то в перерыве продолжили говорить об уборке города. Вы сказали, что уборку дворов и уборку улиц нужно разделять. Да, все же за уборку дворов отличают управляющие компании. Здесь больше жильцы должны сами контролировать, спрашивать. Накануне мы как раз беседовали с начальником управления благоустройства и транспорта Вячеславом Симаковым. Дело в том, что примерно 2-3 года назад было принято такое правило, когда городадминистрация к дворам уже отношения не имеет. Не может руководить. Сейчас речь идет о том, чтобы эту норму вернуть. Чтобы городские власти следили за состоянием дворов, за их уборкой. Мне кажется, это некое лукавство. Почему? Потому что, по большому счету, глава администрации города отвечает за все. Он должен организовать, убедить управляющих. Имеется в виду не административными рычагами, а своим влиянием, убеждением. Плюс депутаты мы забываем. А где депутаты? Хорошо, следуем далее. 9 марта во главе дирекции дорожного хозяйства, орган городской администрации, который у нас полностью отвечает за состояние дорог, за ремонт и так далее. Так вот, во главе дирекции дорожного хозяйства встал Андрей Менькин. Совершенно неизвестная личность ранее. Нам, наверное, всем. Мало кто его знал. СМИ сообщили о том, что это известный предприниматель. Но своему кировскому порталу удалось взять уже у него интервью. Журналистам он нашим заявил о том, что эти фирмы, которыми он владел, они там или владеют еще, они перерегистрируются на других лиц. Ну, как ущеноник, да. Да. 9 марта он вступил в должности. И нашим журналистам он сказал о том, что 9 марта он должен получить диплом о высшем образовании Московского государственного строительного университета по специальности промышленное и гражданское строительство. Вопросы возникают, да, в связи с этим? Но, как известно, на такую должность человека без высшего образования не берут. Ну, поэтому вот диплом получают, да. Вот как-то так совпало, да? Совпало. Первый день на работе и сразу же в этот день. И профильное как бы совпадение. Настораживает вообще вам такое событие? Конечно, конечно. Такое событие? Конечно, конечно. Нет, даже если он реально как бы учился. Во-первых, если он бизнесом занимался, когда он успел учиться параллельно. Тяжело представить, если нормально бизнесом заниматься, то учиться некогда. Москва славится тем, что в переходах можно купить все, что угодно. Да, даже если он учился, то опыта-то у него в этом деле нет. Вот это меня больше настораживает. Хотя одно здесь, один плюс я вижу, что все же человек новый и глаз у него не замылен. И он как-то поострее все это видит. Ну вот уже многие известные кировчане высказывают мнение о том, что непосредственно областное правительство приложило руку к тому, чтобы Менькин казался. Ну об этом все говорят. Ваше мнение? Не безосновательно такие утверждения? Скорее всего так и есть. Порекомендовали. Интересный комментарий он, кстати, дал своему Кировскому. Прямо прямая речь вы почитали, да? Да. У меня очень много знакомых во всех сферах. Ну что, поздравляю. Просто не знаю, может быть, это стечение обстоятельств, что здесь очень много людей с Москвы. Абсолютно безграмотная фраза. Из Москвы, все-таки, по-моему, так говорится. С Москвы смотреть не из окна или с окна. Обычно у нас жители южных регионов, у нас так говорят. Ну это московский диалет. Да. Ставим на его совесть. Мне предложили, сказали, что нужно помочь региону. И если интересно, приезжай. Вообще человек должен всегда расти и развиваться, поэтому что-то новое, это всегда как мозговой штурм. Но я шел на обычных условиях, писал заявление о приеме на работу, чтобы меня проверили. Приняли решение. Получится хорошо? А, получится хорошо. Не получится, поеду домой. Ну прям это очень забавляет вот такая речь. Но я бы хотел, конечно, чтобы получилось. Хотел бы встретить поддержку здесь и в местной администрации, и в правительстве. Вот каковое впечатление у нас создается об этом человеке? Нет, вы знаете, вот... Исходя из этой вот... Я процитировал на поле. И те, кто говорит, что многое с Москвы. Для меня какая-то загадка такая, понимаете, существует. Что если человек жил в Москве, вел бизнес свой, у него довольно успешно, может быть, было все. Были деньги, связи, отношения какие-то выстроены уже. Все, и потом все это бросать, ехать в Кировскую область. Как и для меня это странно. Вот лично я бы не поехал. Ну какие-то, видимо, другие мотивы есть у человека. Какие? Нам неизвестные. Нам неизвестные. Можем только догадываться. Ведь буквально накануне в Риме исполняющей обязанности Васильев сказал о том, что среди чиновников в руководстве должны работать люди, имеющие связи в Москве. Читали, да? Читал, я слышал. И привел в пример в очередной раз господина Кочеткова, который в Минпромторге работал. Ну пока результатов мы не видим. Вот пример рейды. Он же, Васильев, проходил, он говорит, вы как здесь живете? Ну безобразие полное, но на сегодня ничего не изменится. Ну живем как-то. Ну живем как. Кстати, сегодня стало известно, что контролировать эти деньги, выделяемые из федерального центра на дороге, вот тот самый миллиардский, больший, будет зампред Куземская. Даже так. Вот это я не слышал. Тоже неожиданно. Ну тоже можно по-разному оценивать, но я согласен с вами. Все-таки от человека нужно судить по результатам работы. А контролировать как? Распределять потоки. Распределять потоки. Ну это вещь важная, но для нас, для горожан-то она как-то второстепенно. Нам надо, чтобы по-хорошему сделали. Ну у вас в целом есть такая вера, не знаю, ощущение того, что в этом году получится привезти дороги? Нет, у меня... Учитывая вот эту большую сумму. Нет, я уверен, что очень много сделают. Но вопрос качества сделают на год, продержатся, так мы будем радоваться. А на самом деле это абсолютно неправильно сделано. Потому что очень многие дороги нужен капитальный ремонт, вскрытие, подушки и так далее. Все это то, что дорожники знают. Хорошо, будем судить по делам. Дела, очень хочется надеяться, будут хорошими, положительными. Посмотрим. И появятся очень скоро. Пессимизм у меня есть. Про уборку крыш еще хочется поговорить. Да, тот же глава администрации распорядился почистить все крыши к 14 марта. Там ожесточенные сражения в городской администрации происходят между чиновниками и управляющими компаниями. По Октябрьскому району управляющие компании уже в прокуратуру переданы информации. То есть основная претензия в том, у чиновников к управляющим компаниям, что вы заявляете у результатов своей работы, несоответствующих действительности. У вас там одни цифры на бумаге, в реальности намного меньше. Использование квадрокоптера позаимствовано у МЧС показало то, что действительно на бумаге крыша очищена, а в действительности нет. Ну или не полностью очищена. Там есть такие, да. Не кажется ли вам, что тут есть все-таки какие-то механизмы, чтобы по всей строгости закона можно было за это наказывать? Ну, мне кажется, прокуратура должна очень-то плотненько этим вопросом заняться, потому что дело в жизни и смерти людей касается. Так что, мне кажется, да. Но крыши я вижу, наблюдая, по городу чистят активно. Да, мы видим. Это есть. Есть такие дома, вот, например, у меня как-то перед глазами, их как наиболее активно чистят. Вот какой-то дом стоит, не увидишь, а вот какой-то дом стоит, там прямо снегопад прошел, и уже все, забрали специалисты. В доме вчера чистили, вы знаете, такие ледышки мощные. Это говорит о том, что очень давно не чистили. То есть намерзло очень много. Без трагедии, увы, не обошлось. Да, это у меня. Ну, жаль, так неправильно даже говорить, не обошлось. Вообще, в принципе, такого не должно быть, да. Я имею в виду случай 5 марта на Преображенской, 9, пожилая кировчанка погибла. Огромная глыба на нее упала, и женщина шла с внуком, и накануне тоже почитала интервью, которое дала дочь погибшей, тоже на портале свой Кировский. И женщина была очень активна, и была старшей по дому на Ленина, 72, тот дом, где располагается магазин «Мелодия», в частности. Такая трагедия. И сейчас управляющая компания, как известно, управляющая компания Ленинского района, и УЖХ активно как-то пытаются переложить ответственность друг на друга, что это не наша часть крыши, не мы убирали и так далее. Вот не паскудствовали, извините. Вы знаете, это паскудство чистой воды, это противно, потому что прекрасно понимают те, кто отвечал за этот участок крыши, кто недоработал, они прекрасно понимают, и у них не хватает совести признаться в этом и извиниться перед семьей погибших. Я считаю, это недопустимо такое. А поведение городской администрации? Городская администрация должна жестко в этом случае действовать. Мне кажется, городская администрация прекрасно видит и знает, кому принадлежит этот участок. И вот этой возни вообще как бы не должно быть. И она должна это пересекать. Меня как-то очень не порадовало то, что спустя день или два после трагедии руководители города на телекамеру говорили о том, что сейчас нужно найти обязательно родственников погибшей женщины. Я не думаю, что это такая долгая процедура, найти родственников. Вы помните, элементарная процедура. Спустя два дня-то что об этом говорить? Конечно. Да, и в очередной раз было сказано, что сейчас основная задача не допустить повторения подобных случаев. Это говорилось и в 15-м году. Нет, и в 15-м. И в 13-м тоже был. В Кирове младенец погиб, в Слободском девочка погибла. Ну и постоянно говорится после таких трагедий. Вот понимают ли они вот того, что они, если сказали это, то они должны потом отвечать головой за это, не допустить. Знаете, может я уже, по-моему, третий раз это скажу. Опять, где депутаты? Депутаты. Депутаты городской думы должны вот это все спросить. Здесь заседание специальное. И вы посмотрите, трагедия прошла в марте. А сколько могло до этого произойти? И после этого они ринулись очищать крыши. А сколько до этого могло произойти такого? А может и происходило, может и падало. Просто судьба людей оберегала. Через день, когда произошла эта трагедия, мы говорили на эту тему в программе «Дневной разворот». В том числе опрашивали наших слушателей на предмет того, кто должен нести ответственность. Непосредственно руководители города за это или чиновники, отвечающие за сферу ЖКХ. Руководители, управляющие компанией, это понятное дело. И большинство ускорбшихся у нас проголосовали за ответ. Все-таки чиновники администрации должны отвечать. Наравне с руководителем правящих компаний. Я так же считаю. Все-таки есть у вас такая мысль. Потому что руководители города, они за все отвечают. Неважно, управляющие или неуправляющие, они за все отвечают. Ну вот весна опять же идет, да? И снег тает. Да, и снег тает. Поличинская установка соблюдается. Кстати, у вас есть уверенность в том, что это дело все-таки будет доведено до конца? Мне кажется, да, здесь очень все очевидно. Будут реальные. Лица, которые понесут наказание. И реальные сроки, скорее всего, будут, да. Ну вот если говорить о тех трагедиях, которые в 15-м году происходили. У нас в городе ответственный директор управляющей компании с крыши дома, у которого упала, собственно, снег, на коляску с ребенком. Он был приговорен к полутора годам к лишению свободы. Аналогичное практически решение было вынесено в Слободском. Но там руководитель управляющей компании попал под амнистию в связи с 70-летием Победы. Мне кажется, здесь тоже доведут до конца. Ну, изменится ли ситуация? Если на следующий год опять 14 марта что-то случится, то всю зиму чем занимались? Почему крыши не чистили? Ну, так или иначе, риск еще ведь сохраняется, да? Конечно, до идущей пор, конечно. Крыши убирают, но я бы не сказал, что все подряд. Ну, давайте пожелаем всем, чтобы были осторожными. Да, и гражданам на сцене, конечно, смотреть. Смотрели, что там сверху творится, но и под ноги тоже надо смотреть. Да, конечно. Знаете, такая рулетка. Если не поскользнешься, что сверху что-нибудь упадет. Если не сверху упадет, то поскользнешься. Может, видели, я в Фейсбуке специально такую напоминалку типа выложил, что, граждане, вы внимательнее сами смотрите на крыши, обращайте на это внимание. Традиционная для середины часа реклама у нас сейчас будет. Напомню, что особое мнение Николая Пехтина, общественника, вы слушаете. Мы продолжим через полтора минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM. Особое мнение общественника Николая Пехтина, напомню, вы слушаете. Продолжается особое мнение. Давайте немножко о политической жизни региона поговорим. Накануне стало известно, что 28 мая состоится праймерис «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов в губернаторы. В 1-й и у нас такое происходит, да, это в регионе? Почему, в прошлом году? Нет, нет, я имею в виду, когда губернатор, кандидатов в губернатор выбирает «Единая Россия». Я думал, кстати, что, как и в прошлом году, голосовать сможет любой желающий. А нет. Только ли члены «Единой России» в этом году и общественные организации, ну, какие-то вот связанные, да, с партией голосуют. Ну, тут вообще-то непонятное дело. Хотя праймерис — это внутреннее дело партии. Ну, как-то я так понимаю, что у них там какой-то жесткий отбор. Еще не каждый член партии может заявиться. В Рио губернатором будут участвовать в праймерисы еще четверо персон. Наталья Катаева, Николай Харькин, Александр Чурин и Игорь Шишунов. Ну, вы читали, наверное, что-то. Даже, конечно. Я имею в виду, читали то, что высказывания, я имею в виду, где вот эти четыре кандидата, кроме Игоря Васильева, называются техническими. Ну, похоже, да. Согласны? Не согласны? Единственное, что у меня есть какие-то сомнения такие внутренние по Чурину. Все же он молодой, амбициозный. Ну, вряд ли там партия даст. Вдруг? Я как-то сомневаюсь. Хотя этот праймерис вот 27 мая будет, как они во всяком случае писали, открытым. Любой гражданин может прийти и послушать, что там будет происходить. А из уст непосредственно участников праймерисной, на кировских единороссов, это, по-моему, не звучало. Об этом написал вот... Нет, я имею в виду, не звучало о том, что только Единая Россия сможет участвовать, члены Единой России. Об этом накануне коммерсант написал. Что только лишь для членов Единой России. Нет, по-моему, праймерис, но внутри партийный, только члены Единой России могут. Но присутствовать и слышать процедуру. Присутствовать. Может любой человек. Наблюдать. Наблюдать, да, любой может. Вот смысл есть в этом? В этом праймерис? Мне кажется, есть. Когда есть ведь опыт, он повсеместный по всей стране, когда временно исполняющий обязанности, он потом так вот закономерным способом становится полноценным губернатором. На самом деле, что-то подобное праймерис они проводили всю жизнь были. Просто собиралось бюро или еще что-то партии, и решало кого, но в закрытом режиме. А праймерис более такая открытая, демократическая процедура. Плюс это праймерис, весь институт механизма, он новый для нас. Какие-то притирки идут, еще понимание идет. Некоторые партии не проводят. Я думаю, что неплохо было бы исти. Другие партии все проводили такое. Пусть проводят, пусть определяются. Не кулуарно, а вот открыто, публично. Нормальная процедура. Для меня другое важно. Вот я повторюсь, что кто кандидатами может себя выдвигать? Мне кажется, любой член партии имеет право прийти и выдвинуть себя. А отбора какого-то не должно быть. Еще было заявлено о том, что вот эта пятерка, она ни в коем разе не собирается конкурировать друг с другом. Все они представляют какую-то свою сферу деятельности. Александр Чурин, производственник, директор завода «Сельмаш», директор агрофирмы «Средневкино-Харькин», сельское хозяйство. Игорь Шишунов, образование, здравоохранение. То есть все они как-то и разработают концепцию развития области. Так вот, скорее всего, так и будет. Не концепция развития области, а предвыборная программа Васильева. Она и будет как раз из блока состоять, который каждый из этих озвучит свой блок. И, скорее всего, эти блоки потом обойдут его предвыборную программу. Но, кстати, если видели, там в Госдуме сейчас обсуждается закон. Хотят принять более строгую ответственность депутатов за предвыборные обещания. То есть речь идет о том, что если они обещают, то должны выполнять под каким-то там страхом. Да, под каким-то страхом. И какие-то механизмы будут, чтобы это все отслеживать. Накануне Марина Сазонтова, вице-спикер Заксобрания 5-го созыва, сказали, что проводи предварительное голосование, не проводи, к гадалке не ходи, на губернаторских выборах победит Васильев. Ну, такое ощущение есть, скорее всего. Но у меня здесь мысль другая ходит. Не знаю почему, но у меня внутри как-то что-то подсказывает, что он вообще на выборы не пойдет. Поясните, пожалуйста, из чего это складывается у вас такое? Ну, я вот насколько наблюдаю картину, как он пришел сюда, как вот сейчас команда у него формируется и так далее. Мне кажется, что это все типа временного. Вот мне так кажется. Не знаю, может, я не прав. Посмотрим. Сейчас время такое, можно гадать. Гадать. Раздолье для гаданий. Информации мало. Ну, хорошо, поживем, увидим, что называется. Не за горами, собственно, и праймерис, и выборы сами к себе губернаторские. Поживем, увидим. Немного осталось времени. Давайте немножко по криминалу пройдемся, по коррупции. 13 марта был вынесен приговор Павлу Ануфриему. Это бывший глава Департамента предпринимательства и торговли. Затем он был замминистра соответствующего. Бюджетное хищение. Хищение бюджетных денег в размере 1,2 млн. Событие, это еще 6-7 летней давности. И приговор. 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ну, плюс еще штраф в 300 тысяч рублей. Как вам такой приговор? Приговор. Мягкий, жесткий. Ну, мне кажется, довольно справедливый приговор. Хотя я Павла самого так не раз пересекались, встречались. Я даже не представлял, что такое может быть. Мне как-то так по-человечески жалко. То есть это не из тех, ну и сумма, сами видите. Молодой, в самом расцвете. Да. 36-37 лет. То есть перспективы у него были хорошие. Так что как-то мне его жалко. Путь во властной структуре закрыт, на ваш взгляд? Да, скорее всего, мы не видели точно полное решение суда. Но, скорее всего, да, какое-то ограничение по работе госограда будет. Ну, еще вот тут созрел коррупционный скандал один. Речь идет о куда большей сумме. 16 миллионов рублей. Да, солидная сумма. За это задержан сотрудник Кировского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. За эти деньги, за 16 миллионов, он обещал одному из местных предпринимателей свое покровительство. Не проводить проверки, не возбуждать дела. В общем, всячески оберегать. Неплохой ценник у АБПовцев. Неплохой ценник, вы знаете, да, ну, во-первых, это дискредитируют сами органы, вот в частности. В очередной раз. В свою структуру в очередной раз. А во-вторых. Ну, смотрите, не за Хараченко, у которого сколько там, 8 или 9 миллиардов? 9 миллиардов. Да, 9 миллиардов. Поменьше. Тут, понимаете, вопрос о другое. Мы вот здесь как, ну, так, на уровне в Курилке где-то еще так с друзьями обсуждали. Это сколько должно быть у предпринимателя грехов на какую сумму, что он мог 16 миллионов отдать? Ага. А, понимаю мысль. Понимаю. То есть, если бы поменьше было косяков, простите. Конечно. Миллионам может было бы обойтись. Ну, кто-то там предположил, что, ну, наверное, миллионов на 200 было, чтобы 16 отдать. То есть, ну, как-то так интересно. А с другой стороны, можно за предпринимательство наше порадоваться. Вот оно же в последнее время говорит, что трудно живется, трудно живется. Ну, смотрите, 16 миллионов на взятки. Нет, смотрите, если в этой взятки не было, а все бы ушло как по закону, то 200 миллионов было. Ну, и так, вот какая-то вот такая цифра, она бы вернулась в бюджет. Вот все-таки, все-таки я в очередной раз высказал эту мысль, что нужно разрешить легально брать, ну, чтобы с этого налоги платили. Да, и кабинет. И какие-то отчисления делать. Где-то в юмористической программе прошло, кабинет взяточный, заходишь там, под камеру даешь, расписываешься. Еще одно коррупционное, как нам его преподносят дело. Я имею в виду расследование, фильм расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Это Навального. Вы посмотрели? Я так, мельком просмотрел, там, как бы, по первым кадрам примерно понятно. Фильм продолжительностью почти 50 минут, где Алексей Анатольевич вот очень, на мой взгляд, логично выстраивает эту цепочку. Там все начинается с демонстрации фотографий Медведева. Во-первых, сам фильм качественно сделан, в смысле монтажа, там, и так далее, все довольно креативно, современно. Это, да, тут нет, нет, нет. Но вас заставило задуматься увиденное? Нет. Не заставило? Нет. Знаете почему? Насколько я понял, во всяком случае, ну, из паблика, вот, газеты какие-то там, и так далее, что каких-то заявлений от Навального и от его фонда в правоохранительные органы до сих пор не было. То есть, доказательств нет. Это расследование на основе открытых данных просто, то, что можно найти в интернете, документы, на кого фонда. Это на уровне предположения, потому что если бы были официальные, реальные данные, ну, они бы подали в прокуратуру, куда еще следуют, и, наверное, бы там разбирались. Сейчас Навальный-то, он сейчас буквально через день, через два продолжает выпускать коротенькие такие фильмы со своим участием, где он возмущается тем, что почему после появления этого фильма, который посмотрели порядка 10 миллионов человек, почему власть сама не начинает что-то как-то комментировать? А он же не СМИ. Не то, чтобы проверять. Нет, что не СМИ, да. Там, по закону о СМИ. Ну, Болот, презумпция невиновности. Пусть он доказывает, что они виноваты, а не человек должен доказывать, что я не виноват. Навальный приводит, например, в другие страны, в западные, восточные, где, собственно, вот этот фильм, он бы моментально стал бы таким предметом, причиной вернее для расследования. Сто процентов, да, если бы были реальные доказательные базы, а, похоже, ее нет. И я соглашусь со многими политологами, что это чисто предвыборная вещь. Ну, тут нельзя отрицать, да, конечно, что в этих фильмах Навальный позиционирует себя очень активно, что он кандидат, на политические выборы. Ну, это, безусловно, часть, конечно, такой программы. Хорошо, несколько минут остается до конца. Еще одна важная тема. До конца непонятно, конечно, что еще происходит. Я имею в виду судьбу Мородыковского, где, как известно, уничтожение химоружия закончилось, и глупо было бы, наверное, терять, да, такой объект ценный. И вот появилась информация о том, что Росрау там может развернуть свою деятельность. Утилизация радиоактивных отходов. Ну, дело в том, что я на Мородыково был и ездил туда. Но, надо сказать, что многие кировчане не видели, не представляют, что это такое. На самом деле, это такой микрогород, очень современный, очень красивый, очень ухоженный, не читая Кирову. Там абсолютно нет грязи. Туда снег не падает зимой. Это уникальнейшее предприятие, и знаю, там, в то время, там, генерал выступал и так далее, приезжала масса иностранцев, американцев и так далее. Ну, это за международную жговоренность, да. Что это вообще, ну, супер, что-то такое сделано. И поэтому потерять такой ресурс, конечно, это неразумно абсолютно. И знаю, что искали инвесторов на использование дальнейшее, и до сих пор ничего не нашли, и вот сейчас подвернулись. Откуда информация прошла по радиоактивным отходам, как бы никто толком не говорит, источника не назвали. Васильев сам не раз уже говорил, и вот я был на первом съезде журналистов. 9 марта. Да, он сказал, что это фейковая новость, и мы, как бы, даже не комментируем, и не было ничего пояснения. Новость была размещена на сайте правительства Кировской области, якобы письмо пришло из Росрау, где опровержение, где опровержение было, что там не планировалось. Ну, хотя, я бы, я считаю, что гражданам гражданского общества надо ухо восторг держать здесь, как говорится. Для года экологии это, наверное, не польза бы была, да? Ну, отнюдь, отнюдь. Ну, это вообще довольно страшная штука, радиоактивные отходы, так что. И, по-моему, технологически даже они для этого не готовы. Хорошо, ну, тоже пока делать рано оценки, да, все-таки нужно подождать появление какой-то объективной информации. Ну, и ухо востро, конечно. Ухо востро надо обязательно. Минута остается. Колесо обозрения на Октябрьском проспекте. Дымковская радость получила название, как накануне выяснилось, что, возможно, какой-то конкурс будет проводиться. Якобы уже проводится. Да, вот Николай Анатольевич вместе с внуком имел счастье прокатиться. Да, да. Как вам? Мне понравилось. Во-первых, очень удобные кабинки с подогревом, мягкие кресла, столик такой своеобразный сделан. Обзор отличный, то есть стекла так сделаны, что отличный обзор сделан. Ну, город видно, много или мало, трудно сказать, все это относительно. Ну, само-то место вот как-то. Самое место мне чем понравилось, мы с вами до эфира говорили о том, что если бы его поставили на театралке или в Парке Победы, я бы, скорее всего, не поехал. Почему? Потому что просто ехать для того, чтобы проходиться на колесе, это отдельная история. А здесь мы прошлись вдоль пруда, что-то будочек посмотрели, воду посмотрели, по парку прошлись, прогулялись. Можно было в Макдональдс зайти, то есть здесь целый комплекс. И как на отдых выйти туда, это да, и в том числе на колесе прокатиться, а почему нет? Мне кажется, когда в комплексе, это довольно интересно. Все-таки, да, вот я тоже говорил до начала программы, все-таки забавная штука, когда стоишь у гостиницы, смотришь на первом плане новое колесо обозрения. Это да. На заднем плане виднеется старое. Ты видишь, сама процедура на колесе там сколько, 6 минут занимает. И вот представляете, я бы поехал в парк в Победы для того, чтобы 6 минут прокатиться и потом обратно уехать. Ну как-то... В общем, вам удобно. Мне здесь лучше, да. При месте проживания на дружбе, да? Да, да. Ну здесь целый комплекс, даже не в этом дело. Здесь целый комплекс отдых. Оказывается, 1 мая будет официальное открытие. И его после моего проката закрыли. Да, и вот сейчас колесо не работает. Но я не виноват. Не работает. У меня сестра говорила, двоюродная, о том, что видела, как огромную очередь выходные. Я вам скажу, значит, я был где-то часов, наверное, в 5. У нас билет был за номером 600 с чем-то там 30. Ух ты. То есть мы вот в этот день уже 600 с чем-то. У организатора, видимо, срубили какую-то денежку, да? Ну а как? За эти несколько дней. Так они для этого и строили. Хорошо. Будут темы обязательно. Будем снова обсуждать. Спасибо. Да, Николай Пихтин, общественник, особое мнение завершается. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM